Добрый день любители радиоуправляемых моделей! Подходит к завершению наш цикл по изучению зарядного устройства Max B6 и нам осталось рассмотреть только дополнительные функции, дополнительные настройки, которые многие в общем-то даже не трогают. Обычные хватает значений по умолчанию, но тем не менее в некоторых случаях их корректировать приходится. Сегодня мы начнем рассматривать эти настройки. Их не так много. Думаю разделим их на две части, на два блока. И сегодня поговорим о настройках, которые относятся к аккумуляторам, к заряду батарей в первую очередь. Ну а дальше у нас останутся таймеры и различные защитные настройки. На самом деле некоторые из этих настроек мы с вами уже рассматривали при обсуждении программ заряда тех или иных аккумуляторов. Но сегодня еще раз по ним пробежимся, еще раз посмотрим для чего эти настройки были необходимы. Что-то повторим, но что-то узнаем и новое. Итак, заходим в меню, нажимаю кнопку стоп и кнопкой влево выбираем User Set Program. Все основные настройки зарядного устройства находятся вот именно в этом подменю. Нажимаем Enter и заходим. Итак, первая настройка, которую мы уже разбирали с вами, это выбор типа литиевого аккумулятора. Устанавливается три возможных напряжения под различную химию этих элементов. 3,7 вольта для литий-полимера, 3,6 вольта литий-ион. Хотя если литий-ионки у вас попались с номинальным напряжением 3,7, значит заряжаете их как полимеры. Ну и 3,3 вольта это для литий-феррофосфатов. Здесь подробно останавливаться не буду, это мы уже разобрали. Следующий пункт меню также относится к программам литиевых аккумуляторов. Это время автоматического определения количества банок. Если вы не устанавливаете количество банок вручную, пользуетесь автоопределением, такая функция здесь тоже есть, я сейчас об этом чуть позже скажу, то здесь устанавливается время, в течение которого зарядное устройство пытается у вас определить количество банок в вашей батарее. Если аккумулятор очень сильно разряжен, то автоматическое определение может нормально не сработать. В этом случае время заряда нужно увеличивать. Также время автоопределения нужно увеличивать для очень больших батарей. Если там заряжаете аккумулятор, скажем, 7-8 ампер часов, 10 ампер часов, тогда время автоопределения тоже стоит увеличить. Задается оно от 5 минут и до 60 минут, до целого часа. В большинстве случаев 10 минут на автоопределение количества элементов хватает. Следующий пункт меню мы также с вами уже разбирали. Это чувствительность дельтапика для никель-металл-гидридных аккумуляторов. По умолчанию значение 7 мВ стоит, когда установлен дефолт. Это значение по умолчанию 7 мВ для никель-металл-гидрида. Чем ниже значение, тем более высокая чувствительность дельтапика, тем больше риск недозаряда аккумулятора. Но если установить это значение слишком большое, то аккумулятор может перезаряжаться и вовремя отключаться устройство не будет. Также в большинстве случаев значений по умолчанию хватает. Менять обычно не требуется, но смотрите по вашим батареям. Если аккумуляторы явно горячие в конце заряда, значит стоит чувствительность немножко поднять. То есть значение уменьшаем. Я вставил 6 мВ, в принципе нормально работает. То же самое для никель-кадми, но здесь значение по умолчанию 12 мВ. Вот это основные функции, которые относятся именно к программам заряда аккумуляторов. Сейчас продемонстрирую, как работает автоопределение количества банок на литий-полимерном аккумуляторе. Убираю программу заряда литий-полимеров. Как выставить автоопределение? Кнопкой старт переходим на выбор числа банок. Зарядное устройство поддерживает до 6 банок литий-полимеры. И уменьшаем это значение. Вот 1С и еще раз нажимаем влево. Появляется значение авто. То есть теперь зарядное устройство у нас должно в автоматическом режиме определить сколько банок в нашей батарее и выставить соответствующую отсечку для заряда. Подключим трехбаночный аккумулятор. Он правда заряженный, поэтому определение должно сработать практически мгновенно. Но сейчас это проверим. Запускаем заряд. Здесь подтверждение уже не требуется. Вот как видите сразу зарядное устройство определил, что у нас литий-3С, три банки. Балансировочный не подключен. Заряд идет. Батарея конечно полностью заряженная, поэтому токи минимальные. Тем не менее, определение количества банок у нас вполне нормально сработало. Для упрощения, для скорости вполне можно использовать и автоматический режим. Но еще раз повторю, он работает не всегда корректно, особенно на сильно разряженных и на батареях большой емкости. Вот такие настройки есть, которые относятся к заряду аккумуляторов. Многие из них мы уже знаем, но повторить лишний раз, наверное, было не вредно. Так что, если вы узнали для себя что-то важное или просто вспомнили важную информацию, не забывайте поставить лайки. Подписывайтесь на канал и ждем завершающего видео по изучению Max B6. Дальше уже переходим на конкретно ваши вопросы. Ну, я с вами прощаюсь. До новых встреч. До свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи. Играем по-взрослому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова